И в эти минуты продолжается спасательная операция в Днепре. 95% завалов дома, в которые попала российская ракета, спасатели уже разобрали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Число жертв террористической атаки возросло до 44 человек. 79 жителей дома ранены, среди них 16 детей. Спасатели работают уже более 63 часов. Продолжается поиск еще 25 человек. Я напомню, 14 января в ходе массированной ракетной атаки Украины россияне попали в многоэтажку в Днепре. Произошло обрушение одного из подъездов здания, разрушено более 200 квартир. И всю последнюю информацию узнаем у нашей следующей гости. Наталья Бабаченко, советник главы Днепропетровской областной военной администрации, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Вот утром из-под завалов достали тело ребенка. Уже 44 погибших. Продолжается ли сейчас поисково-спасательная операция? Или она уже завершена? Операция завершена буквально только что. На сейчас все понимают, что есть 44 погибших. Не все погибшие еще опознаны, поэтому нужно будет еще какое-то время для того, чтобы идентифицировать всех этих людей. Кроме того, что спасатели достали тела, они также достали из-под этих обломков еще и 4 фрагмента тел, поэтому нужно будет немножко больше времени для того, чтобы их идентифицировать. Такая ситуация на сейчас. То есть спасатели всю свою работу на месте закончили. Они всех, кого могли, спасли. Это было 39 человек. И 44 человека, к сожалению, погибли. Их убила русская ракета. Сколько людей на сегодняшний день считаются пропавшими без вести? Есть люди неопознанные. То есть есть 20 человек, которые считаются пропавшими без вести, но при этом есть больше 15 человек, которые неопознаны. Соответственно, когда пройдет опознание, может оказаться, что уже нет людей пропавших без вести, что уже все идентифицированы. Но на это нужно время. А вот что говорят сами спасатели? Насколько сложная была вот эта операция? С чем им пришлось столкнуться? Страшные же были разрушения, просто страшные видео, страшные фото. Самое страшное, конечно же, доставать из-под этих уламки маленьких детей и вообще людей, которые просто жили мирной жизнью в своем доме, никого не трогали. Они жили в своей стране, в котором вот так вот средь бела дня прилетела такая разрушительная ракета, которая полностью уничтожила один подъезд, очень сильно повредила еще один. И рядом несколько подъездов тоже теперь, скорее всего, непригодны для того, чтобы там проживать. Но это, опять-таки, экспертиза немножко позже. Ну и плюс, да, вот эти висящие балки, несущие стены, там предельно аккуратно нужно было работать. Да, несколько раз была угроза обрушения здания, поэтому тогда, дело в том, что сразу, когда произошла эта атака, очень много жителей города приехали для того, чтобы помогать спасателям. И вот когда уже была, и они помогали несколько дней, и вот когда уже была угроза обрушения, то, конечно, спасатели попросили всех обычных людей отойти и сами очень ювелирно работали там для того, чтобы сохранить жизни тех, кто мог еще остаться под завалами. То есть, скажем прямо, что наши спасатели провернули такую титаническую работу, они реально боги, они сделали все, что могли для того, чтобы спасти как можно больше людей. Да, и спасибо, конечно, им за это огромное. Наталья, а сколько сейчас раненых находится в больницах, да, в каком они состоянии, всю ли необходимую помощь они получают? Наверняка многим уже сделаны операции и достаточно сложные. Всего ранено из-за этой ракетной атаки 79 человек. Но сейчас в больницах остается 28 человек, они в разных больницах Днепра, 10 из тех, кто в больницах, в тяжелом состоянии. Среди тех, кто в тяжелом состоянии, есть одна девочка 9 лет, она просто гуляла возле своего дома, когда туда прилетела русская ракета. И она теперь в больнице, ее состояние стабильное, но тяжелое. Накануне появилось видео прямого попадания российской ракеты в дому. Тем временем СБУ идентифицировало 6 военных РФ, причастных к удару по дому в Днепре. Кроме того, в результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты. Это Х-22, который враг ударил по жилому дому. Могли бы вы подтвердить вот эту информацию? А что подтвердить? Была ли ракета? Нет, была установлена ракета, что это Х-22. Но вот появилось видео прямого попадания российской ракеты в дом. Вот это видео, оно аутентично. Могли бы вы это подтвердить? Конечно, это было прямое попадание российской ракеты в дом. И те, кто хотят или рассказывают в той же России о том, что этого не было, ну, знаете, не надо быть адвокатами у дьявола, потому что россияне целенаправленно направили эту ракету на этот дом и убили 44 человека. И ранили 79. То есть, о чем еще говорить? Они принесли беду в эту страну и в этот город. Они террористы и убийцы. И этому есть даже и видеодоказательства сейчас. Конечно. Наталья, вот вся Украина объединилась для помощи пострадавшим в Днепре. Один из банков задонатил 5 миллионов гривен. Гостиницы, вот простые жители города принимают у себя дома людей, оставшихся без крыш над головой. Всего уничтожено, если я не ошибаюсь, 236 квартир. Кроме этого, в городе и теплые вещи собирают, и люди кровь сдают для раненых. Какая помощь еще поступает? Можете рассказать? И какая может быть нужна? Помощи поступает очень много. Жители Днепра в первый же день и разбирали завалы, приехали на место, и привозили теплые вещи, и брали людей, совершенно незнакомых им до этого, к себе домой. Так получилось, что отселение было нужно около 400 человек, и практически всех их разобрали или родственники, или просто местные жители. То есть поехали в специально оборудованные места, там буквально до трех десятков людей. Всех остальных разобрали наши жители. Сейчас там вот на месте прилета работают волонтеры. Они раздают пострадавшим и теплые вещи, и лекарства, кому нужно, и еду. То есть помощи очень много, и это очень классно, что мы так можем помогать друг другу, что город просто стал стеной для того, чтобы помочь вот этим людям, которые так серьезно пострадали от российской ракеты. И в больницах тоже все есть, и кровь есть, и люди приходят кровь сдавать еще. Есть все лекарства. Врачи делают все для того, чтобы помочь тем людям, которые сейчас в тяжелом состоянии. Стражи порядка продолжают принимать заявления от пострадавших от ракетного удара. Какое количество людей уже обратилось к полиции? Там было несколько сотен обращений. В основном люди писали документы о том, что у них повреждено или вообще уничтожено жилье. На сейчас уничтожено 72 квартиры полностью. Больше 200 пострадали. Но еще будут экспертизы, потому что не исключено, что эта цифра возрастет после того, как эксперты скажут, можно ли жить в этих квартирах или они уже непригодны для жилья. И вот от ракетного удара пострадали и общежития, в которых жили переселенцы из Донецка и Луганской областей. Была информация, что там сейчас нет коммуникаций. Что будет вот с этими людьми? Будут их куда-то переселять или все-таки там можно сделать какой-то ремонт? Дело в том, что сразу после прилета ракеты полностью выключили свет, газ и отопление в микрорайоне. Потому что, вы же понимаете, что была, например, угроза взрыва газа, потому что ракета попала в жилой дом. На сейчас эти коммуникации возвращаются. Тот же пострадавший дом уже практически весь и со светом, и с теплом, и с водой. И осталось всего несколько подъездов, у которых нет коммуникаций. То есть со временем все вернется. Это нужно было для проведения спасательной операции. Ну да, в Днепре накануне были проблемы во всем Днепре с электроэнергией, водой. Это связано с ракетным ударом. И можете рассказать, какая на сегодня ситуация в городе? Дело в том, что у нас, как и во всей Украине, аварийное отключение электричества. И понятное дело, что периодически какие-то микрорайоны остаются без света. И, соответственно, периодически выключаются и котельные, например, или водоканалы. Но как только свет дают, котельные водоканалы снова начинают работать. Сейчас энергетики делают все для того, чтобы у людей было, например, 4 света без электричества, 5 с электричеством. Не всегда так получается. Потому что ситуация в энергетике, к сожалению, сложная. Потому что наша энергетика очень сильно изранена российскими ракетами и дронами. Но люди к этому относятся с пониманием. Это просто временные трудности, которые нам всем нужно преодолеть для того, чтобы не посадить полностью нашу энергосистему. Потому что энергетики делают все возможное для того, чтобы ее отремонтировать и для того, чтобы дать электричество каждому из нас. Наталья, нашу беседу мы начали с того, что вы сообщили, что поисково-спасательная операция завершена. Можно в конце еще кратко подвести итоги. Сколько людей удалось спасти из-под завалов? Сколько, к сожалению, погибли и сколько ранены? 39 человек спасены. 44 человека погибли. 79 человек ранены. 28 из этих раненых находятся в больнице. 10 в тяжелом состоянии. И среди тех, кто в тяжелом состоянии, девочка 9 лет. И подчеркну, что в больницах все есть, и лекарства, и кровь, все поступает. Да, все есть. Спасибо вам огромное. Спасибо за оперативную информацию. Я напомню, Наталья Бабаченко, советник главы Днепропетровской областной военной администрации, была с нами на связи. Спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.